Сливал ли ты сегодня тазики? Такие слова вместо приветствия в этом доме в селе Ивановка нынешней весной звучат очень часто. А всё из-за протекающей крыши. Вода льёт прямо в квартиры, и жильцы верхнего третьего этажа просто не успевают сливать её. Жить в этих комнатах невозможно, влажность такая, как будто ты находишься в сауне. Как результат, на стенах или на потолке появилась чёрная плесень, избавиться от которой даже после ремонта будет сложно. Хотя о том самом долгожданном ремонте ни на кровле, ни в квартирах жильцы дома пока даже не мечтают. Из протечек у нас уже нет какой-то обоев. Оторвали плитку потолочную, потому что капает. Так хотя бы мы видим, куда поставить банки. Тут уже убрали обои от электрического распределителя, потому что тоже боялись, что в него попадёт. Ещё одна проблема – вода заливает проводку, счётчики, а потому жильцы опасаются возгорания. Из-за этого во многих комнатах и в подъезде нет электричества. Банки, тазики, вазы и даже кошачьи лотки. Для сбора воды используют всю тару, которая есть в квартирах, расставляя ёмкости в каждой комнате. Светлана написала заявление в свою управляющую компанию «Авангард» о том, что весь третий этаж заливает. Пыталась узнать, планируется ли ремонт кровли в этом году. В ответ услышала, что вместо ремонта в дом поставят общедомовой счётчик. То есть, в управляющей компании о проблеме знают, но её никак не решают. «Вообще подсохло, потому что снег я скинул. Меня ещё обвинили в том, что я, видите ли, нарушил технологию уборки снега на крыше. Надо было его таскать с середины, не на профиль. У нас, понимаете, с чего началась проблема? Начались проблемы в переделке крыши. У нас такие здесь деятели есть, которые решили, что три квартиры могут себе крышу отдельно от всех покрыть. Покрыли её профилем, закрыли сверху материалом, сделали яму, соответственно. Убрали они ещё парапет, чтобы у них всё был слив хороший. А у нас образовалась вот эта вот низина, которая полностью протекает по всей крыше». До недавнего времени у этого дома не было управляющей компании. Сначала он был в ведении СПТУ-58. Потом его передали в муниципалитет Красного Яра. Затем Боково-Отрогского муниципального образования. Все эти годы жильцы сами ухаживали за домом в меру своих сил и финансовых возможностей. Несмотря на то, что дом находится в селе, он всё-таки многоквартирный. А потому ему в прошлом году назначили управляющую компанию «Авангард». Жильцы исправно платят за содержание общедомового имущества. Но куда идут эти средства, они не знают. «Весь пошла трещина, оттуда дует, поэтому затыкали ватой». «Это моя Даня Вангарду». Продать квартиры в этом доме собственники не могут. Одного взгляда хватит потенциальному покупателю для того, чтобы оценить масштаб проблемы. Что делать и как жить здесь дальше, они не знают. Но собираются обращаться в прокуратуру, чтобы надзорный орган проверил хотя бы противопожарную безопасность и обязал управляющую компанию провести ремонт кровли.